Эмил Бауэр пишет о том, что человеческое достоинство в России нынешним режимом сведено к нулю. Есть ли надежда на то, что после смены этого авторитарного режима на какой-то либерально-демократический ценность человеческой жизни, человеческое достоинство вновь будет, так сказать, оценено, в цене будет. Ну, это, ну, низшая форма существования. Каким-то образом эта власть, я имею в виду Путина, его окружение, каким-то образом они создали условия, которые не конкурируют даже, ну, вот, с периодом, там, перестройки Горбачевской. Это более низкий уровень и в экономическом смысле, и в политическом, и в нравственном, и в моральном, и в психологическом. Человеческое достоинство – это просто, ну, фактор опасный для власти, для режима. Люди, которые осознают себя личностями, они выходят на улицу, так, как это происходит там во Франции, по любому незначительному поводу, в Соединенных Штатах, ну, в любых свободных странах, люди защищают свои интересы, свое человеческое достоинство. Любой другой режим, во время перестройки, посмотрите, если кто-то там не знает или не помнит, как это происходило в конце 80-х годов, ну, были радикальные выступления, которые подавлялись, там, Демсоюза выступления, а были спокойные выступления, которые не очень подавлялись. Особенно, когда большие группы людей собирались, там, на Манежной площади, на Манежке, на Пушке, на Пушкинской площади. Полиция не вмешивалась, не справлялась с этим. Вот, человеческое достоинство проявилось тогда очень сильно. И не только у сторонников, я бы так сказал, либерально-демократических ценностей, но и у левых начались, начали активно развиваться, там, какие-то профсоюзные структуры, появилось несколько независимых профсоюзов. Потом это потихонечку свернули, ну, искусственно это все было свернуто. Еще при Ельцине все свелось, конечно, к Шмакову, этим государственным профсоюзам, потому что остальные, ну, казались очень опасными власти. Вот. Так что при любом другом режиме степень проявления человеческого достоинства будет, ну, значительно выше, в этом нет никаких сомнений.